К тебе пристанет вдруг в подъезде хулиган, буду рядом, надаю ему по щекам, а если вдруг захочешь вкусную конфету, я в поисках ее обогну всю планету. Девочка красавица, ты мне очень нравишься, я хочу дружить с тобой навсегда, я хочу тебя любить, защищать и рядом быть, все что нужно сделать, это мне ответ да. Хочу поделиться с тобой одним секретом, только ты обещаешь, что никому не расскажешь, честное слово, никому, выйдем из класса, чтобы никто не слышал. Я влюбилась, да что ты, в кого, в мальчика, красивый, не знаю, я его не видела, мы переписываемся только, а разве можно так влюбиться, не видя самого человека? Можно. Учитель Балди? Влюбиться можно, но не нужно. Зачем вы подслушиваете наш разговор? Подслушивать нехорошо. Знаю, я просто не смог удержаться, страсть, как люблю всякие секретики. К тому же у меня для вас есть интересная и поучительная история о любви вслепую. Слушайте, однажды, когда я был у бабушки на каникулах, зазвонил телефон. Бабушка, телефон звонит, возьми трубку. Не могу, Балди, мне срочно нужно в туалет. Зачем? Что за дурацкие вопросы? По делам? Узнай сам, кто там звонит. Алло, я? Здравствуйте, это стоматологическая клиника. А вам зубы нужно подлечить? Да, у меня есть некоторые проблемы с зубами. А вы, наверное, много сладкого ели. Бабушка говорит, что от сладкого зубы портятся. Да, моя бабушка тоже так говорит. А сколько вам лет? Десять. А как вас зовут? Ангелина. Прекрасное имя. Так мне можно записаться на прием? Нет, потому что это не стоматологическая клиника. А бабушкин дом в лесу. Меня зовут Балди. И мне тоже десять лет. Зачем же ты, Балди, мне голову морочишь? Если ты не врач и даже не медсестра. Просто мне тут скучно одному. А с тобой, Ангелина, я провел интересное время. Может, поболтаем еще немножко? Ну, ладно. И мы общались еще несколько часов по телефону. О всяких пустяках. Нам так было интересно, что время пролетело незаметно. Балди, хватит болтать по телефону. Иди уроки делай. Ангелина, мне пора идти. Я надеюсь, мы еще созвонимся. Хорошо, Балди. Было приятно познакомиться. Если хочешь, я позвоню тебе завтра. Обязательно позвони. Я буду ждать. Кто это звонил? Девочка ошиблась номером. Бабушка. Я, кажется, влюбился в нее. Что за чушь ты несешь? Как можно влюбиться в человека по телефону? Честное слово, мое сердце поет. Так, хватит с меня. Сейчас ты у меня запоешь. Если не пойдешь, сейчас же делать уроки. Никто не понимает меня. Балди. Иди сюда, добрая бабушка. Зайди ко мне. Я все слышала. Я знаю, что ты влюбился в девочку. Ты мне веришь? Конечно, дорогой. Я сама была такой же влюбчивой. Она такая интересная. У нее такой чудесный голос. Ты мне поможешь? Завтра она позвонит мне опять. Я не знаю, что делать дальше. Пригласи ее на свидание. Просто прогуляйтесь по улице. Пообщайтесь. Ты ее увидишь, а она тебя. И вы поймете, нравитесь ли вы друг другу. Для первого раза этого будет достаточно. Хорошо. Я так и сделаю. Что это? Ты выращиваешь помидоры в комнате? Да, Балди. И огурчики тоже. Будет к новогоднему столу салат из свежих овощей. Я не спал всю ночь. Все представлял, каким же будет мое первое свидание. Но вот настал тот час, когда Ангелина позвонила мне. И мы договорились встретиться. Привет, Балди. Привет, Ангелина. Холодно сегодня. Я оделась потеплее. Тебе очень идет. Мы долго общались. И опять не заметили, как быстро прошло время. Нам пора по домам, Балди. А то родители будут переживать. Да, конечно. Но давай еще раз встретимся завтра. Покатаемся с горки на санках. Договорились. Бабуля, я окончательно и бесповоротно по уши втрескался в Ангелину. Она такая хорошенькая в своей шапке и шубке. Правда, не знаю, какое лицо. Но думаю, тоже красивое. Так ты еще не видел ее лица? Нет, было холодно, и она закуталась потеплее. Это нехорошо, Балди. Но что тут поделаешь, раз ты уже влюбился. Но вот теперь я начал переживать. Вдруг она не влюбится в меня? Что тогда будет? Нужно постараться, чтобы ее чувства к тебе были ответными. Но как это сделать? Девочка влюбится в тебя, если ты будешь особенным. Это как? Если отличишься от других. На следующее свидание одень что-нибудь модное и красивое. Вот, например, этот дедушкин цилиндр. И спой ей серенаду. Аааа, любовь моя, приди ко мне. Я понял, бабушка, хватит. Только не пой. Серенаде, признайся ей в своих чувствах. И затем пригласи ее в гости. На чашечку чая. Хорошо, бабуль. Спасибо тебе за совет. Жди завтра мою возлюбленную в гости. Цилиндр возьми. Не нужно, бабушка. Это уже давно не модно. И серенады нынче не поют. Я сделаю все по-современному. И вот настал день свидания. Мы весело катались с горки. Играли в снежки. Лепили снеговую бабу. Все шло замечательно. Ангелина была прекрасна. Открой личико, Ангелина. Ну, Балди. Холодно, я застражу носик. Тогда я приглашаю тебя к себе в гости. Бабушка заварит нам по чашечке чая. Я стесняюсь ходить к незнакомым людям. Возможно, ты изменишь свое мнение после моей серенады. Е, е, эта песня посвящается тебе. Я целый день ее крутил в своей лысой голове. Потому что я люблю тебя. И будь честна, попросить тебя стать моей невестой. Ты стоишь одна, мерзнешь на снегу. А буду рядом я, ручки тебе разотру. К тебе пристанет вдруг в подъезде хулиган. Буду рядом, надаю ему по щекам. А если вдруг захочешь вкусную конфету, Я в поисках ее обогну всю планету. Девочка красавица, ты мне очень нравишься. Я хочу дружить с тобой навсегда. Я хочу тебя любить, защищать и рядом быть. Все, что нужно сделать, это мне отведа. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не пожалеешь никогда, Если выберешь меня своим парнем навсегда. Все ведь знают, что я лучший по урокам помогу. Я в мотеше лучше бабушки секу. А со школы портфели буду нести сам. Ты попросишь мне помочь, все равно не дам. Тебе станет скучно, я тебя развеселю. Мне не сложно, потому что я смешно шачу. Девочка красавица, ты мне очень нравишься. Я хочу дружить с тобой навсегда. Я хочу тебя любить, защищать и рядом быть. Все, что нужно сделать, это мне отведа. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, что нужно сделать, это мне отведа. Да, Балди, я пойду к тебе в гости. Ты такой романтичный, я на все согласная. Веди. Вот мы и дома, у моей бабушки. Снимай шубку. Я стесняюсь. Но тебе будет душно в ней. Я отойду на минутку, чтобы тебя не смущать. А где Ангелина? Я и есть Ангелина. Балди, ты что, не узнаешь меня? Нет. Ангелина, тут такое дело. Я немного переборщил, когда сказал тебе, что влюблен в тебя. Ты не обижайся, но давай останемся просто друзьями. Какая же я глупая, что поверила тебе. Я ухожу. Ангелина. Ну что, Балди? Где-то девочка, в которую ты влюблен. Я уже чайок заварила с ромашкой. Никто, бабушка, уже не влюблен. Я влюбился в выдуманный образ. Но когда Ангелина сняла шубку и шапочку, я понял, что она не в моем вкусе. Понятно. Так всегда бывает, когда влюбляешься слепую. А что с твоими помидорами? Похолодало, внучок. Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. А вместе с ними завяли огурцы. Ну ничего, бабуля. Не расстраивайся. Значит, будем есть квашеные помидоры. А из соленых огурцов ты сделаешь вкусное оливье. В новогоднюю ночь к нам придет в гости слендер. И мы, как всегда, отметим его вместе. В кругу семьи. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Хэппи Лайф, привет. Катань, привет. Владимир Сергеенко, привет. Ксения Казакова, привет. Воронин Плей, привет. Настя Шоу, привет тебе. Секретный привет. Искра Милаша, привет. Винди 58, привет. И Гошан ТВ, привет. А также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях свои приветы. Я всех вас поздравляю с наступающими. И на этом все. Спасибо.